В лаборатории нейтронной физики УИАЙ идет обсуждение различных вариантов нового нейтронного источника, который должен прийти на смену реактора ИБР-2 после того, как закончится срок эксплуатации импульсного реактора на быстрых нейтронах. Мы оцениваем завершение эксплуатации реактора примерно в 1932-1935 году. И в этой связи, учитывая то, что подготовка к новому возможному источнику займет длительный период, уже сейчас нам необходимо сформулировать концепцию нового источника, определить его основные характеристики и уже в зависимости от разработанной идеи, подготовленной идеи, предложить ее научному сообществу института, руководству института для того, чтобы принять эту концепцию и начать работу по ее реализации. Главное условие, чтобы экспериментальные исследования в области конденсированных сред и дальше проводились на мировом уровне. И лаборатория нейтронной физики сохраняла лидирующие позиции в этих исследованиях. Сейчас ИБР-2 является уникальным импульсным реактором на быстрых нейтронах. Он начал работу в 1984 году. В 2011-м, после плановой остановки, был запущен модернизированный реактор ИБР-2М. Короткие импульсы частотой до 5 Гц с высокой плотностью нейтронов ставят его в один ряд с лучшими мировыми установками такого класса. Но конкуренцию могут составить импульсные реакторы с мощностью не менее 10 МВт. А в импульсном реакторе периодического действия ИБР-2 средняя мощность 2 МВт. Каким будет новый реактор? Над этим думают, высказывают свои идеи наиболее опытные физики-реакторщики. В первую очередь те, кто создавали ИБР-2. На общелабораторном семинаре свою концепцию предложил Евгений Шабалин, ведущий научный сотрудник лаборатории. Ввиду того, что в последнее время в мире построено несколько мощных источников нейтронов, которые уже превзошли наш самый, как я раньше пел, самый импульсный, самый быстрый. Он может быть самый импульсный, самый быстрый, но не самый мощный теперь уже. Поэтому нужно, по крайней мере, на порядок поднять плотность потока тепловых нейтронов. То есть те нейтроны, с которыми физики работают. Новизна идеи, которую высказывает Евгений Шабалин, в том, что будет использоваться вместо плутония Нептуний, который до этого не использовался в активной зоне реактора. Запасы Нептуния очень велики в мире, но применения ему нет. Он является побочным продуктом наработки плутония. Наработали его не столько, сколько плутония, но все-таки много, измеряемый десятками тонн. Поэтому загрузка в 300-400 килограмм, которая нам нужна для зоны, это вполне по силу нашей промышленности, химической, так сказать, топливной, энергетической промышленности. Среди базовых отличий Нептуниевого реактора от Ибр-2 – уплощенная, а не вытянутая по вертикали активная зона. У Ибра активная зона – шестигранная призма объемом 22 литра. Она помещена в цилиндрический корпус высотой около 7 метров в двойной стальной оболочке. Есть различия и в расположении замедлителей, а также применяется другой принцип модуляции реактивности – замедление вместо отражения. В докладе рассказывалось о возможной конструкции и характеристиках импульсного реактора для исследований на выведенных пучках нейтронов с пороговым и затоповым Нептунием-237 в качестве ядерного горючего. Предполагается построить новый комплекс, новые здания. Нельзя вписать высокопоточный импульсный Нептуниевый реактор в уже существующую конструкцию, считает известный инженер-физик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат государственной премии СССР, премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, один из создателей в ЛНФ УИЯИ высокопоточного импульсного исследовательского реактора ИБР-2. Это можно сделать, но мы будем иметь продолжение ИБР просто. То есть мы отстанем сильно от действующих на тот момент источников. Сюда никто не будет приезжать, не будут давать заказы на исследования на реакторе. Главный теоретик ядерных реакторов УИЯИ Евгений Шабалин с 1959 года работает в лаборатории нейтронной физики. Он разработал теорию тепловой неустойчивости материалов холодных замедлителей нейтронов. Открыл новый вид нестабильности поведения ядерного реактора – стахастический. Разработал ряд методов и устройств, повышающих эффективность реактора, как источника нейтронов. В частности, предложил эффективный гребенчатый подвижный отражатель для реактора – уникальный шариковый холодный замедлитель. Автор 12 изобретений и более 130 научных публикаций. Это, конечно, во всех отношениях выдающийся наш коллега. Он стоял у истоков создания. И один из создателей физической теории импульсных реакторов. Человек незаурядный во всех отношениях. И нам очень приятно, что он до сих пор сохранил творческий потенциал, физическое здоровье. И продолжает работать над идеей нового источника. Новый источник – пока еще идея. А на действующей исследовательской установке на ИБРИ ведутся перспективные разработки. Создается оборудование для спектрометров. Спектрометры и рефлектометры с поляризованными электронами позволяют изучать объемные наноструктуры. В том числе многослойные, коллоидные растворы, феромагнитные жидкости. Определять структуру поверхностей и тонких пленок толщиной до нескольких тысяч микрон. Их ядерные и магнитные свойства. Реактор ИБР-2 еще долго будет работать, почти 20 лет. Но когда закончится оговоренный проектом ресурс, реактор необходимо либо демонтировать, либо модернизировать. Остановка будет обязательно. Не позднее где-то 1932 года, а может быть раньше даже. И нужно, чтобы при минимальном перерыве лаборатория продолжала существовать и делать свои исследования на нейтронных пучках. Время движется вперед и предъявляет новые требования. Поэтому и возникает необходимость в разработке концепции нового реактора, который будет, как и ИБР, уникальной, но более мощным, конкурентоспособным среди мировых установок. Инструментом для физиков, биологов и создателей новых веществ и наноматериалов. Чтобы исследователи из разных стран мира продолжали проводить в ОИЯИ научные эксперименты. 2016 год – юбилейный для ОИЯИ. Юбилейный он и для лаборатории нейтронной физики. 1956 год – рождение ЛНФ и теория ИБР. 1966 – создание отдела ИБР-2. Эти даты Евгений Шабалин предлагает отметить стартом проекта «Реактор будущего». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова